В эфире Петровка 38. Я Екатерина Девятова. Здравствуйте. Банду лжеврачей из Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани обезвредили сотрудники полиции. Шестеро аферистов от медсестры до профессора жили в разных городах, но действовали сообща. Их жертвами становились пенсионеры из северной столицы. Как минимум 25 человек поверили мошенникам и купили у них чудо-лекарства. Какую легенду рассказывали злоумышленники пожилым людям и почему они отдавали аферистам баснословные суммы, узнал Денис Бушуев. За что задержан? 159. УКР. Что можете пояснить по этому поводу? Без комментариев. Мужчина по деловому немногословен, серьезен и даже строг. Как тут не поверить, что он настоящий профессор, доктор медицинских наук. Вот пенсионеры и верили ему и его сообщникам. Всего в банде псевдолекарей было 6 человек. Полицейские задержали их в Санкт-Петербурге, Московской и Рязанской областях. Установлено, что злоумышленники звонили потерпевшим и представлялись медицинскими работниками. А затем сообщали о критическом состоянии их здоровья и необходимости срочно начать лечение. Фигуранты убеждали собеседниц пройти курс лечения редкими и дорогостоящими лекарственными препаратами, которые якобы по счастливому стечению обстоятельств у них есть в наличии. Вот эти лекарства. Дешевые таблетки, за которые злоумышленники просили до миллиона рублей. А вот и деньги потерпевших. В основном это были ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. Сначала потерпевшим звонила якобы медсестра больницы, где пенсионеры проходили диспансеризацию. Схема у аферистов была одна для всех. У нас есть лаборатория секретная, где проверяют кровь. Пришел ответ на вашу кровь, что у вас страшное заболевание, что вы в любой момент можете оказаться на том свете. Но решение есть. И трубку брал главврач больницы, такой же аферист. Главный врач рассказывал про чудо-таблетки. И добавлял, они есть только у известного профессора, который по счастливому стечению обстоятельств – его друг. Доктор тут же предлагал с ним связаться. После напряженного ожидания профессор отвечал на звонок. Называл цену спасительного лекарства и отправлял к пенсионерам курьера. Зинаида Алексеевна отдала злоумышленникам 154 тысячи рублей. Ну сколько есть, отдавайте ему деньги. И значит он дает вам лекарства. Но лекарства он положит пусть сам в холодильник. Вы его не трогайте, пока я вам не скажу. Но дальше никто никому ничего не говорил. Аферисты просто переставали выходить на связь. Следствием установлено, что с сентября по декабрь мошенники успели обмануть минимум 25 жителей Санкт-Петербурга. Общий ущерб более трех миллионов рублей. Он виноват от Санкт-Петербурга. То есть с отдельным раскалением. У следствия есть основания полагать, что аферисты также причастны еще к более чем 20 подобным преступлениям. Расследование продолжается. Денис Бушуев, Константин Кузнецов, Петровка, 38. В центре Москвы водитель так разволновался при виде госавтоинспекторов, что буквально потерял дар речи. Ни на один вопрос полицейских мужчина ответить не смог. Такое поведение показалось стражам порядка подозрительным, и они решили проверить иномарку. Оказалось, волновался хозяин машины неспроста. Предмет конструктивно схожен на пистолет. Далее. Предмет конструктивно схожен на глушитель. Прав на хранение оружия у 49-летнего мужчины не оказалось. Он сказал, что видит содержимое своего багажника впервые. Пистолет ему якобы подкинули. Все изъятое полицейские отправили на экспертизу. В багажнике автомобиля полицейские обнаружили и изъяли пистолет Макарова, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения. И 8 патронов калибра 9 мм. Изъятое пригодно для производства выстрелов. Также полицейские обнаружили и изъяли прибор бесшумной стрельбы, глушитель и телескопическую палку. За нелегальное хранение оружия неразговорчивому водителю грозит до 5 лет лишения свободы. Житель Рязани купил своей возлюбленной шубу, но ей этого показалось мало. Дама хотела больше роскоши и денег. Тогда мужчина предложил ей поехать на заработки в Московскую область. Женщина согласилась. И действительно, совсем скоро у них было уже полмиллиона рублей. Как пара заполучила эти деньги, расскажет Юлия Ковалева. Уже в отделе полиции дама в шубе и ее кавалер прикрывают лица. Либо им действительно стыдно, либо они боятся, что их опознают другие жертвы. Аферисты пришли к 83-летней пенсионерке, представились коммунальщиками и под предлогом проверки газовой трубы зашли в квартиру. Пока дама отвлекала хозяйку квартиры на кухне, делала вид, что осматривает плиту и газовые трубы, ее сообщник в это время зашел в спальню и стал искать ценности. Шкаф он обнаружил конверт с деньгами. Вор забрал сбережения и быстро направился к выходу, подавая сигнал своей спутнице. Вот парочка уже спешно покидает подъезд и бесследно исчезает. Добычей лжегазовщиков стали полмиллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии в городе Рязань задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния. Ими оказались ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления уроженка Ленинградской области и житель Рязанской области. Оказавшись в наручниках, 37-летняя женщина и ее 42-летний сожитель вдруг резко сменили тактику. Решили во всем сознаться. Влюбленных рецидивистов уже разделили по разным камерам, где они ждут приговора суда по уголовному делу о краже. Юлия Ковалева, Петровка, 38. О том, что еще попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. На западе Москвы три друга устроили ночной дрифт. Шум разбудил жителей соседних домов, и они пожаловались полицейским. Госавтоинспекторы задержали водителей иномарок, 20-летних москвичей. Каждый получил за ночное веселье по несколько административных штрафов. Машины отправлены на спецстоянку. Один из молодых людей, который уже был лишен водительских прав, получил 13 суток ареста. Восемь лет лишения свободы получил жительного Кузнецка за контрабанду крупной партии героина Игошиша. Товар он привез из соседнего государства в бетонных плитах. У наркокурьера изъяли 70 килограммов запрещенных веществ. От заказчиков преступления мужчина получил 2,5 миллиона рублей. Однако сбыть зелья осужденный не успел, его задержали. В Перми под суд пойдут двое местных жителей, которые занимались распространением марихуаны. Дом у одного из них стражи порядка обнаружили 19 кустов конопли, а также пластиковые контейнеры, внутри которых находился готовый к сбыту наркотик. Обоим драгдилерам грозят внушительные тюремные сроки. В Омске заживо сгорели двое двухлетних детей и их бабушка. По предварительным данным, на новогодней елке воспламенилась гирлянда. Первый пожар заметила мать малышей. Вместе с четырехлетней дочкой она выбежала на улицу. Помочь родственникам, которые оказались в огненной ловушке в одной из дальних комнат, женщина не смогла. Огонь распространился молниеносно. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Древесины на 150 миллионов рублей вывезли контрабандисты из Иркутской области. По данным экономической полиции, криминальным бизнесом занимались финансовый директор одного из лесоперерабатывающих предприятий и его сообщник. Злоумышленники подделывали документы о количестве заготовленной и проданной древесины. В результате за три года они незаконно вывезли за рубеж более 24 тысяч кубометров леса. Чтобы отмыть нечестно заработанные деньги, бизнесмены заключили договоры лизинга на покупку крупногабаритных автомобилей. Возбуждено 126 уголовных дел. Все они объединены в одно производство. Расследование продолжается. Полицейские из Запорожской области целую неделю искали 15-летнюю девочку о пропаже, которой заявила ее мать. Стражи порядка работали 24 часа в сутки. Опрашивали друзей школьниц, учителей и соседей. Первое, что удалось выяснить, вместе с ребенком из дома пропали 18 миллионов рублей. В итоге полицейские нашли и девочку, и деньги. Правда, не все. Алла Смотрикова обо всем по порядку. В одночасье жительница Мелитополя потеряла все, что у нее было. Она вернулась с работы и обнаружила. Ее 15-летней дочери нет дома, хотя уроки давно закончились. Женщина решила не паниковать, а подождать еще. Но подростка все не было. Взволнованная мать обзвонила всех друзей и подруг девочки. Никто не знал, где она. На этом несчастья не закончились. Женщина обнаружила, что из дома исчезли 18 миллионов рублей. Деньги она собирала на лечение родственника, занимала у знакомых и брала кредиты. Пазл сложился, и женщина заявила в полицию о похищении ребенка и денег. Сотрудники полиции опросили знакомых и друзей девушки, пообщались с ее преподавателями и проверили все места, где она могла появляться. В результате проведенных мероприятий оперативники выяснили, что пропавшая дочь находится в Севастополе. Девочка сняла на берегу моря жилье и весело проводила время в компании друга. За несколько дней подростки превратили съемную квартиру в настоящий свинарник. В углу кальян, на столе фантики от конфет и горы пустых бутылок. В мусорке – коробки от пиццы. Мусорить деньгами у девушки тоже здорово получалось. За неделю своего подросткового протеста она потратила 4 миллиона из 18 на дорогу, аренду жилья, еду и всякие безделушки. Так она отомстила матери за пустяковую ссору. И чем вы планировали заниматься, как жить, что делать? Ну, хотела дальше уехать. Хотела к отцу поехать в Краснодар. И с матерью, и с отцом девочку ждет серьезный разговор. Полицейские вернули бунтарку домой. Алла Смотрикова, Дмитрий Трудников, Петровка, 38. И вот на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи.